Здравствуйте! В эфире программа «Выпуск» в студии Ксении Шереметьевой. Коротко о главном. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что в стране идут разрушительные процессы, которые не видны. Например, со времен распада Советского Союза на русском языке перестали говорить миллионы людей. Владимир Путин назвал русский народ самым разделенным в мире. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский всегда защищал русских, в какой бы стране ни находились. Понятно, что нас хотят сломать. И это началось, в общем-то, не сегодня. И то, что происходит, в общем-то, началось, на самом деле, давно. В 90-м году в мире говорило по-русски 350 миллионов человек. Сегодня 270. И, конечно, это очень печально. 30 лет ничтожный в историческом масштабе отрезок времени. И минус 80 миллионов человек. Ни один язык не исчезал за последнее столетие так быстро с лица планеты, как русский. Это задача наших, как я их называю, стратегических друзей на Западе. Но в первую очередь нужно винить самих себя. Потому что некоторые процессы нам внутри страны, если не задуматься, не особенно видны. На одной только Украине до начала бродоубийственного кризиса, вы помните, это началось с ноябрьского саммита Восточного партнерства 2013 года, когда Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И США испугались, что такое соглашение будет подписано с Евразийским экономическим союзом. На самом деле, дело было не в том, что мы сражаемся за Украину. Уже тогда, при Николае Яновиче Азарове, национальная экономика Украины не была подарком для евразийского проекта. Просто, если бы были приняты тех стандарты Евросоюза, на улице оказались бы тысячи и тысячи трудящихся с инфраструктурно значимых предприятий Украины. Вот причина, почему Янукович не стал тогда подписывать соглашение на Вильнюсском саммите. Ну и понятно, что им всем померещилась Россия. И все они движимые парадигмы Бжезинского. Россия с Украиной сверхдержава, без Украины наоборот. И надо, если мы хотим добиться американской гегемонии на планете в 21 веке, надо любой ценой оторвать Украину от России. Это парадигма Сбигнева-Бжезинского, с которым я имел возможность дискутировать и переспорить даже на одной из панелей Мюнхенского саммита по безопасности, Мюнхенского форума в феврале 2014 года, незадолго до того, как попал под санкции в связи с Крымской весной. Это как раз лежит в основе сегодняшнего отношения к России, к Украине. ЛДПР за мирное освоение космоса. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече со студентами Мелитопольского университета выразил мнение, что его выпускники должны прийти в отрасли, связанные с мирным космосом. Ведь космическая дипломатия набирает обороты. Что касается Роскосмоса, реальные программы космического образования нам надо понимать. Мы хотим готовить специалистов в сфере космических технологий. То, чем занимаются факультеты ММВТУ имени Баумана, физтех, то есть специалистов именно для космоса. Их тоже достаточно мало. Они потом сидят в своих закрытых учреждениях, как раньше называли почтовые ящики, ЦНИИ-ПСК, ЦНИИ-Проект Старконструкция, ЦНИИ-МАШ. На самом деле это космические структуры НПО Лавочкина, Федеральный космический центр имени Хруничева. Мне кажется, что для университета, подобного Мелитопольскому университету, в большей степени востребовано сотрудничество в сфере мирного космоса. То, что последние годы называются космической дипломатией, а не разработкой высокотехнологических элементов обшивки космических кораблей, двигателей наших носителей и того, что составляет суть нашего общего машиностроения, говоря по-старому, а ныне центр Хруничева занимается нашими массивными ракетами. Что касается космической сферы как направления гуманитарного сотрудничества, это архиважно, потому что либо космос будет милитаризирован, либо он будет замусорен, что, кстати, уже происходит, либо то и другое вместе, либо будет мирное освоение космоса, будут различные конференции, будут различные совместные программы, начиная от изучения космического пространства и кончая пилотируемой космонавтикой. Космическая дипломатия стремительно набирает обороты. Что мы на сегодня сделали? Значит, у нас есть, мы его называем космический факультет, это ВКП Московского университета, он достаточно молодой, там молодой прогрессивный декан факультета. Вот, Василий Викторович, мы создали у себя, открыли магистерскую программу по космической дипломатии, которая имеет очень большой успех совместно с Роскосмосом. Начинали с Дмитрием Олеговичем Рогозиным. Продолжаем сейчас с новым главой Роскосмоса, недавно вице-премьером правительства России Юрием Ивановичем Борисовым. Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Борис Чернышев предложил провести большую ревизию университетов и научных кадров, которые имеют отношение к ключевым отраслям промышленности и экономики страны. В этом году был ликвидирован НИИ транспорта и транспортного строительства. Борис Чернышев считает, что подобные решения сегодня недопустимы. Вопрос, связанный с наукой. Вы знаете, я сегодня при подготовке к данным слушаниям зашел на сайт Российского университета транспорта. Те вопросы, о которых говорил Вячеслав Викторович Володин и другие коллеги, говоря о том, что те или иные комплектующие из других стран привозятся, знаете, там и литий, и батареи, и что там, не знаю, что называется, даже шины в некоторых случаях могут быть привозными, завозными. И тут я увидел, что на сайте РУД, ну, есть, точнее, не есть, а был прекрасный НИИ. НИИ транспорта и транспортного строительства. Ну, казалось бы, этот научно-исследовательский институт мог бы заняться этими ключевыми вопросами и изучить эти ключевые позиции, дать решение, подготовить специалистов, кандидатов, докторов наук. Они все могли бы предложить эффективный способ работы с технологией. Но он был закрыт. 31 марта 2022 года ликвидировано от НИИ. И так очень много научно-исследовательских учреждений, которые бы сегодня, крайне важно, могли бы работать по тем отраслям экономики, которые нуждаются в самомобилизации, были закрыты. Их нет. Готовят ли отраслевые университеты, либо университеты федеральные, необходимое количество специалистов? Ответ спорный. И вопрос вообще подвешенным остается. Это все ключевой момент. Вопрос кадров был и остается всегда основным и самым глобальным. Сегодня, когда уходят просто научные школы и из-за возраста, и из-за других специфических вопросов, у нас остается главный вопрос. А кто придет на их место? Кто будет заниматься развитием системы транспорта? Кто будет предлагать иные технические решения? Ведь институционально мы создали возможности. Давайте посмотрим на прекрасный проект Министерства высшего образования и науки, с одной стороны, а с другой стороны Министерства промышленности и торговли. Инжиниринговые кластеры, соответственно, инжиниринговые центры, которые созданы при многих университетах. Да, они занимаются кто-то оборонной темой, кто-то транспортной темой, кто-то вопросами подготовки иных сплавов и металлов, как во Владимирском государственном университете. Все это вопросы ключевые, которые остаются. Но почему мы не используем в тех вопросах, которые являются ключевыми сегодня? Особенно вопросы городского транспорта. Поэтому, уважаемые коллеги, есть ряд предложений. Прежде всего, провести большую ревизию и понять, какие научные школы сегодня не способны по разным причинам дать результат. Поработать с Российской Академией наук в новом составе руководства, чтобы были комплексные предложения по развитию целых направлений. И прежде всего, задать вопрос, как система среднего профессионального образования готовит кадры в этом ключевом и самом важном для государства сегодня направлении. Активисты регионального отделения ЛДПР из Еврейской автономной области точечно помогают военнослужащим и мобилизованным на передовой. Они ежедневно доставляют гуманитарную помощь по просьбам военных. Это палатки, рюкзаки и, главное, медикаменты, которые собирают сотрудники одного из роддомов в Биробиджане. Продолжение следует... Простым гражданам, что также неравнодушные остаются и несут самое необходимое. Также военнослужащие попросили белую краску в баллончиках и белый скотч. В предыдущую поездку, пообщавшись с военнослужащими, мы выяснили, что им необходимы спальные мешки и рюкзаки. Оперативно мы их закупили, спасибо центральному аппарату ЛДПР, за выделенные средства и сегодня уже доставили. К этому часу все новости. Больше новостей смотрите на нашем Ютуб, Рутуб и Телеграм-канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok